Масштабный субботник прошел в Унцукульском районе, Вода России. Активисты со всей страны выехали, чтобы очистить место слияния андийского и аварского кайсу от скопившихся отходов. Как проходила акция и куда отправятся собранные отходы, узнали в нашем сюжете. Вооружившись перчатками, мешками и хорошим настроением, участники акции двинулись на уборку мусора. Навести чистоту и порядок на водохранилище собрались жители 19 районов республики и почетные гости. Это министр природы региона, представитель департамента водных ресурсов и актриса Юлия Михалкова. Чистая вода, чистая природа – это наша общая цель, это наш общий дом. Вот поэтому будем всегда стараться беречь природу, беречь наш край. Мусора очень много, но каждый раз мы стараемся хотя бы немного собрать, очистить берег, чтобы вода была чистая. Главное, чтобы вода была чистая, чтобы все радовались без мусора. С песней и работа спорится. Коллектив Шамилькалинского детского сада «Солнышко» готовы похвастаться. Сначала акции не прошло и часа, а они уже собрали. Больше 10 мешков с отходами. Мусорный коллапс устранить за один раз не получится, поэтому помогают природе Унцикульского района экоактивисты не впервые. Ранее мы рассказывали о масштабном субботнике, в котором приняли участие представители туристической сферы региона. Мы каждому рады. Пожалуйста, большая просьба, заберите свой мусор с собой. Приезжайте, чистота, уезжайте, чтобы была чистота такая же. Свою лепту в очистку живописных склонов внес и наш телеканал. Больше всего под ногами пластиковых отходов, собираемых в мешок. Весь мусор поделен на четыре категории – это бытовые отходы, металл, стекло и пластик. Наш сегодняшний улов – это в основном пластиковые бутылки, поэтому ставим мешок к нужному флагу. Республика переходит на раздельную систему сбора отходов. Представители Росводоресурсов обещают – весь мусор отправится на переработку и получит вторую жизнь. Увлечение вот этих вот ресурсов вторичное какое-то производство – тоже это большая работа, которая государству уделяется. Жители нашей страны, если они не поменяют свое отношение к мусору, мы его всегда будем видеть здесь. Такие акции провели в Гунипском районе и на Черкейском водохранилище. Теперь чистотой водных объектов республики по-настоящему можно гордиться. Мы за чистый берег! В Дагестане в разгаре сбор клубники. Первый урожай, выращенный под пленкой, получили еще в конце апреля, а дальше началась уборка с открытого грунта. Медики и диетологи считают, что клубника вырабатывает гормон счастья, наслаждение от которого получают не только вкусовые рецепторы, но и клетки мозга. Даже клубничный аромат может прогнать негативные эмоции. О ягоде счастья наш следующий сюжет. Клубника – это больше, чем ягода. Ученые установили, что людям нравится не только вкус, но и запах растения. Они действуют совместно, нанося неотразимый удар по нашему мозгу. Самая вкусная и самая красивая клубника. Кто будет ее кушать, это вот такая красивая и молодая будет. Икра будет чистая. Еще совсем недавно на прилавках крупных супермаркетов, причем круглый год, была клубника из Египта, Китая, Турции, Сербии и даже из Европы. Сегодня дагестанская продукция может составить серьезную конкуренцию иностранному товару. Дагестанская клубника, она отличается, она самая вкусная, она выращивается, производится в уникальных условиях теплообеспеченности и опытными руками наших земледельцев. И мы сегодня в состоянии обеспечить потребности наших регионов, населения нашей страны. В одном только Кизелюртовском районе клубнику выращивают на 180 гектарах. Преимущественно это личные подсобные хозяйства. Лидеры по сборам – села Стальское, Кировоул, Комсомольское и Кульзеп. Урожай здесь получают с середины апреля, выращенные под пленкой, и с открытого грунта до июля. В отдельных хозяйствах предпочитают ремонтантные сорта, дающие урожай до поздней осени. Одну клубничку в рот, другую ведерком. Можно одновременно работать и кушать. Очень сладкая клубника, я люблю работать. Клери и Альба – популярные сорта клубники. Ягоды крупные и неплохо переносят транспортировку. Примерно через две недели созреют сорта с вкусом лесной земляники. Эти ягоды мельче, слаще и идеальны для приготовления варенья. Очень сладкие. Попробуйте, мужчина, вы тоже попробуете. Ну, после таких слов не попробовать. Конечно. Не покушать сладкий клубник. Вы тоже попробуйте. Самый сладкий сорт. Да? Да. И как вам это удаётся? Очень трудно, очень трудно. Очень много над этим работаем мы. Массовый сбор клубники, выращенной на открытом грунте, в Кизелюртовском районе начнётся в конце мая. К этому времени в селе Стальское собираются завершить строительство агрорынка. Пока же торговля во многих населённых пунктах республики идёт прямо вдоль трассы. Дегидер зарабатывает рубль этим людям. У нас занимается только сельское хозяйство. Вот выращивание клубники, это у нас сельчане. Более 50 гектаров. В Махачкале тоже все точки заняты. А здесь на трассе тоже невозможно. Это очень опасная трасса, федеральная трасса, скоростная трасса. Ну, это невозможно продавать. Ну, поэтому решили построить новый рынок. Медики и диетологи считают, что клубника вырабатывает гормон счастья, наслаждение от которого получают не только вкусовые рецепторы, но и клетки мозга, эндокринная система. Даже клубничный аромат может прогнать негативные эмоции. Уже совсем скоро в школах прозвенит последний звонок, и старшеклассники сядут в последний раз за школьные парты. Последний звонок – это веселый и одновременно грустный праздник. Одним он предвещает каникулы, а другим – путевку во взрослую жизнь. Мы желаем выпускникам удачно сдать экзамены. Ну, а тем, кто отправляется на долгие каникулы, просто хорошо отдохнуть. Ну, а на этом у меня все. С вами была Ася Гусейнова. Увидимся в это же время через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова